Армавирский юридический техникум и прилегающая к нему территория находятся в ведении территориально-общественного управления номер 6. И на встрече председатель ТОС рассказал о проведенных в прошлом году здесь мероприятиях. Прошло 35 субботников, в ходе которых армавирцы высадили около 250 кустарников и деревьев. Также в целях благоустройства и улучшения условий жизни по инициативе горожан дворы многоквартирных домов постепенно оборудуются парковками. ТОС, который Владимир Борисович руководит, он в городе Армавире в конкурсе, который среди ТОСов проводится, занял первое место. Если вы помните, когда к нам приезжал губернатор, Владимир Борисович поднял вопрос о строительстве спортивной площадки. Ну, там она и не садилась, и размеры не подходили, но когда все мы на эту проблему, которую обозначил уважаемый руководитель, набросились, накинулись, то в военном городе появится спортивная площадка. На встрече горожане подняли вопрос громкой музыки, доносящейся из проезжающих автомобилей. Это очень мешает жителям, особенно вечером и ночью. Но так как в настоящее время водителей достаточно сложно привлечь к ответственности за это нарушение, глава Армавира предложил вынести этот вопрос на обсуждение депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. Чтобы проблему побороть, давайте подумаем, инициативу законодательную, децибелы мерить, что надо, чтобы было легче администрировано, давайте подумаем. Депутаты, я думаю, поддержат, потому что это проблема на протяжении ряда лет. Участники встречи также заслушали отчет местного участкового, а после обсуждения общих тем, городоначальник провел прием граждан по личным вопросам. Марина Белова, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир.